всем привет на моем канале обзор лизерман карл но это мод и которая делал для себя значит возможно будет долго потому что я вначале перед модом хочу некоторые нюансы обговорить и вообще про суть карла и про наличие пилы в мультитуле и все такое поэтому где-то узнаете если вам чисто мод интересен то это будет ближе со средины видео значит и так фактически это видео является прямым продолжением моего предыдущего видео про лизерман карл про обзор заводского карла обязательно посмотрите я ссылку кину потому что это знаете как продолжение вторая серия потом уже можно это посмотреть кстати в конце этого видео был показан тоже мод карла который я делал на заказ как вы уже поняли саша лепота заказал для своего товарища и на своем канале он тоже его показал но тот мод отличался от заводского на эти качественными улучшениями клинок заменен на из 30 в а по сатижи которые на карле стоят бессменных кусачек были заменены на таковые же со сменными кусачками как стоят на выяве плюс инструментально там ничего не менялось то есть там не эти инструменты не исчезали не появлялись то есть вот такие просто улучшение в по материалам но я уже в том видео сказал что у меня возникла мысли идея реализовать мод карла для себя вы написали ждем и вот дождались в этом моде применен такой но два хода один из которых я хотел с вами обсудить потому что вот он немножко сомнителен и вот хотел с вами посовещаться да или нет это хорошо или лучше так не делать вот вы когда мы дойдем до этого момента я про него напомню и мы потом его там в комментариях мне напишите значит также хочу сказать вот мне после многих моих видео пишут люди а это те люди которых я кстати уже давно знаю что у меня есть на канале целый класс людей которые являются видимо подписчиками смотрят завидной регулярностью мои видео про мультитулы но у них нет ни одного мультитула то есть они пока смотрят прицеливаться интересна тема а потом после какого-то видео начинает меня спрашивать можно ли приобрести а какой приобрести и все такое и вот после видео с карлом сразу начали писать про тот карл я хочу сказать что если вы берете первый мультитул а значит как основной то это должен быть wave плюс это не должен быть карл карл можно брать как 2 3 там 10 мультитул не основной причин на несколько но дело в том что это флагманская модель и во первых она уже содержит пассатижи со сменными кусачками а я уже в каком-то видео говорил что в закупке новые пассатижи стоят 40 процентов от нового его плюс и если вы захотите купить карл а потом сразу на него ставить эти пассатижи то у вас получится цена дороже нового его плюс то есть это экономические разница между ними 20 процентов всего лишь между этими тулами второе мультитуле есть пила по дереву и это очень важно я кстати про пилу по дереву вот сразу следующим поговорю про этот момент то что он требует обсуждения вы получите здоровскую пилу по дереву в мультитуле она нужна это востребован инструмент и третье тоже очень важное вы получаете в отличие от карла блокировку внутренних инструментов это очень важно когда вы работаете отвертками и и при провороте она у вас не складывается как происходит на мультитулах не имеющих блокировки особенно когда я помню с поездка часто на кармане ходил это было конечно ужас что-то крутишь он дал наличник прикручивал раз сложился конечно можно сказать это не основной инструмент но все равно она очень бесит когда нету блокировки и конечно основная модель твоя единственная которая фактически можете даже жизнь спасти когда-нибудь должно в ней быть все-таки на высшем уровне все сделано поэтому если как основной единственный то конечно wave плюс мы или другие модели там surge charge может быть у b4 с такой правда у него свои есть нюансы вот и соответственно отсюда я говорю почему мне нужен карл у меня основными мультитулами являются флагманские модели моды на базе их собраны киллер wave pro большой киллер но и как его позже начал называть воркер или воркман также герберовские модели то в основном модифицированные это мультитулы которые вот ты взял и хоть куда с ним хочешь у него есть полный фарш на борту можно в командировку в путешествие на войну да конечно с ним можно и каждый день ходить но всем этим функционалом ты часто не пользуешься в основной жизни ты даже редко пользуешься всем что там нужно и вот для этих целей вы знаете поехал на работу поехал в торговый центр поехал в гости пошел гулять в парк сами ли с ребенком значит пошел магазин до хочется надо что-то на кармане иметь но тебе не обязательно иметь какой-то тяжелый толстенький мультитул хочется что-то потоньше и полегче но так чтобы это было конечно не в ущерб здравому смыслу по функционал чтобы не был совсем облегчен до невозможного как скелету например я раньше в качестве таких целей использовал такие варианты как вот wingman sidekick бюджетную линейку они как раз обладает именно вот этими требованиями небольшие тоненькие с клипсой легкие весят до 200 грамм с одноруким клинком то есть заменяется бы ножик разрезать порезать вырезать то есть и какой-то функционал есть внутри то есть они в отличие еще раз келитула имеет какие-то функциональные дополнения я напомню что не отличаются тем что у сайт кика есть пила нету ножниц у wingman есть ножницы нет пилы и вот в каком-то смысле на помощь по и пришел карл я уже достану значит чем он стал лучше он вышиб эти модели потому что по сути он такой же самый он тонкий и легкий напоминает их функционал но главное его прелесть в том что он построен на базе флагманской модели а чем это хорошо дело в том что это бюджетная серия она проявляется во всем тонкие элементы рамы тонкие инструменты тот же например клиночек он тонюсенький и короткий а карл построен на вот этой платформе у него могучий клинок как у вейва плюс толстый длинный понимаете поздно по сравнению с вот этим самое главное что полная взаимозаменяемость с инструментами вы его чарджа ребра и других этих моделей построенных на этой платформе blast of флюза кика сигнала значит это здорово во первых это наличие ассортимента запчастей это ремонт на пригодность потому что например клинки к вот этим моделям у меня нету и никого их нету а к вы его чарджу полным полно они есть наличие то есть можно не переживать за вот грузоремонт на пригодность поэтому это здорово и самое главное что построен на этой более мощной надежной платформе чем вот это потому что ну сейчас не буду показывать но я тоже показывал предыдущие видео этим гвоздь не перекусишь потому что эргономика рукояток не позволяет только с большой силой а этим перекусишь вот и ну и другие всякие нюансы но главный из нюансов который то есть знаете он не вообще напоминает вот вот это флагманская модель можно считать вы знаете вот например rolls-royce phantom автомобиль который флагман в котором ты сидишь сзади тебя возит водитель него есть как бы все на борту а есть его версия двухдверное купе для самого хозяина тысать уменьшенная чуть-чуть где-то там упрощенная то есть две двери не 4 самого ездишь они с водителем то есть но он построен на том же самом знаете на той же самой основе что и phantom основной roll-royce знаете вот как-то в таком же самом смысле а это уже другой бюджетный вариант автомобиля понимаете то есть уже что-то попроще вот я уже такую параллель проводил то есть чем хорош карл что на флагманской модели построен а это бюджетники заведомо вот и самый главный момент здесь пила да как уже было сказано а здесь ножницы но нет пилы а здесь пила но нету ножниц мне в мультитуле нужно наличие и того и другого я в каких-то своих ранних видео об этом говорил и прошу уже как бы простить старожил кто смотрит то что я буду повторять это но я еще раз выскажу мысли почему нужно пила в мультитуле с моей точки зрения две причины первая это психологическая 2 действительно функциональная психологическая немножко расскажу когда у меня появился первый викторинокс более 20 лет назад и я его показывал с радостью своим родителям сестрам братьям друзьям большой восторг вызывало наличие ножниц и пилы по дереву потому что всякие консервные открывашки она как-то нож понятно но не вызывало никакого эффекта а именно ножницей и все с удивлением говорили а что ими можно резать думали шутка это декоративная конечно когда ты что-то резал вырезал это это действительно было впечатляюще а второе это пила по дереву потому что ты достаешь как пила внутри такого маленького инструмента может быть да и она пили да она пилит и можно пили доски ветки трубы пластиковые понимаете то есть и она работает и главное наличие это довольно сложный технический инструмент в изготовлении чтобы сделать такие острые зубья тут еще как бы два ряда идет это специальным таким прессом накатывается затачивается и чтоб она работала обратили внимание что в дешевых китайских мультитулах нету пилы по дереву а вместо нее не ставят рыбочистку такие просто волны которые не заточен ничего которую делать технически примитивно в отличие от вот этого но зато вроде типа инструмент поставили как сказал олег коллекционер мультитулов ну все знают о ком я говорю мы на форуме написал такую фразу бойся мультитула в рыбочистке содержащий то есть если ты видишь вот это китайский мультитул кто рыбочистка то это это полный хлам сразу можно это это понимаешь вот с пилой есть конечно китайские мультитулы но у них уже и цены высокие не такие как на тех дешевых но это психологический ход а теперь технический меня очень знаете не нравится когда какой-то блогер там рассуждает что пила в мультитуле часто такие видео попадается пила в мультитуле в ноже это ерунда если вы идете куда-то в лес то это все детский сад вам нужна полноценная пила вот такую или по длине или еще что-то и тому подобное от и а тоже человек цитирую говорит что вот а тот кто считает что это инструмент это значит какие-то диванные мастера я хочу сказать совершенно обратное утверждение наоборот тот кто считает что мультитуле пила не является инструментом а какое-то баловство и что ты ничего толкового не сделать то это как раз человек явля не является каким-то далекий вернее человек от ремонтных дел мне пила вот у меня сейчас идет ремонт время час на паузу поставлен пригождалась в ремонте в полноценном ей спокойно можно перепилить пластиковую трубу когда у меня там был демонтаж и ножницы у меня еще не было тогда на объекте пила в мультитуле который тебя в кармане достал и быстро пили перепилил не не надо там брать какую-то ножовку огромную второе например я делал палубку под цемент залить и там канализационная труба была и мне надо было в листе dvp dsp вы выпилить этот самый отверстие под канализацию чтобы прислонить а потом заливать цементом я это сделал изумительно пилой в мультитуле начертил сначала разметку потом вот-вот по краю начал проводить 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 кстати на вексе это не получится я гербером это делал легендой со сменой пилкодержателем но неважно вот ты наводишь 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 на лизерма не получится там край заточенный кстати обращаю внимание да здесь зуб есть на кровью это выйти про зубе лучше чтобы зубы на краю то есть вот так вот проводишь проводишь поешь борозду проводишь проводишь что-то толщина 16 миллиметров пока дырку не продел потом вырезал это отверстие у меня заняло но 15 минут я думаю где-то времени я выпилил но мне не пришлось тащить лобзик электролобзик мне не пришлось его потом назад тащить на на объект с объекта с этим чемоданом с этой пыль которая там разводится после пиления электролобзиком когда он будет я достал мультитул который у меня был кармане открыл выпилил и все понимаете ну чуть дольше времени потратил зато сэкономил кучу другого то есть и это пила замечательно справляется понять и сразу начинается ассоциация с пилением какого-то леса то причем тут лес дсп двп фанера это все элементарно пилится у них же толщина ну 16 миллиметров максимум можно доски даже какие-то там что угодно перепилить более того то есть вот этот стол попала можно перепилить спокойно значит вам не нужно какая-то огромная пила более того даже насчет походов вы все понимаете что вот эта пила может перепилить бревно ствол ну почти в два раза больше из-за ее зуб может в 189 119 раза вот если пила такая прибавьте вот такое еще длину если по кругу пилить вы перепилить и вот такой вот ствол скажите мне вы в походе часто пилите такие стволы или это все больше касается вот каких-то веток еще чего-то колышек ну тогда возникает вопрос она стоит ли тащить более здоровый тяжелый ненужный объект когда это объект когда у тебя и так есть мультиту в котором и нож и отвертка там для снаряжения и пила по дереву вот собственно такой мысли к размышлению ну вроде бы я все рассказал про пилу теперь непосредственно переходим к обзору самого года что же я тут проделал какие же вещи тут придумал значит сначала внешне давайте посмотрим я убрал здоровые шляпки об этом еще тогда говорил которые поставили на завода с карла вот от них остались еще ведь они были крепко в раму впивались от них остался ореол я заменил на маленькие винты лизарман овске которые в принципе стоят вот тут которые на чарджи новые не стоят значит и на других моделях и они сюда более логично смотрятся почему потому что вот эти шайбы лизарман придумал для модели wave и они тут логичны потому что рама вырезана и здесь пустота и здесь большая шайба красиво а помимо красивости она еще закрывает вот эти неровные срезы которые есть на инструментах если будет маленькая шайба вы увидите там некрасивые обрезки инструментов то есть она вносит вот такой смысл но она тут двух сторон потому что тут на вывес двух сторон это вырезка здесь же с одной стороны правильно а с этой идет подобный смысл как на ребаре то есть идет такое утопление и здесь логично поставить вот такие маленькие шайбы не у такие здоровые и вот очень красиво получилось посмотрите здесь так здесь так мы получили большую эстетику чем вот такие здесь здоровые набалдашники вообще не нужны и а самое главное удалось сэкономить на весе потому что эти набалдашники сэкономили почти 4 грамма где-то три с половиной 4 грамма удалось и вы ничего не потеряли понимаете то есть функционал ненадежность ничего не изменилось потому что на этих мультитулов по такого же смысла шайбы стоят также надежность не теряется понимаете с этой стороны нет а вот с этой да и красиво и и и и практично то что вес почти 4 грамма и так в мультитуле который позиционируется как легкий и функциональный теперь второе да я поставил тоже себе клинок из топовой стали в данном случае это сто пятьдесят четыре сэм ну си м значит потому что но мог могло с 30 но этот тур не такой флагманский и он более как бы бюджет не поэтому чуть бюджетнее на него и клиночек поставил значит и мне сто пятьдесят четверка тоже нравится как для мультитула тоже прекрасный вариант вот вот это два ну а третье то что вы уже поняли после моих разговоров сюда была поставлена пила по дереву то есть фактически такая же как она стоит на выяве плюс тот же самый смысл получился но тут возникт один момент значит в этих мультитулах как я уже собирал мод на базе этих двух я ножницы впихивал в эту модель да как я уже говорил то есть брал ножницы от вейва стачил пятку для того чтобы туда внутрь вставлял для того чтобы получить мультитул в котором будет и ножницы и пила одновременно мне нравилось наличие в этом мультитуле вот такой вот штуки конечно вот пилочки маленькой пилочкой выяви например этой ролью играл напильник здесь же напильник стоял основным инструментом но хочется пилу значит мы лишаемся напильника для чего эта штука че слово когда больше для ногтей вот что-то работая в течение дня где-то можешь зацепиться и подорвать ноготь она настолько раздражает я вам серьезно говорю я думаю в итоге таких людей вот что я не могу ходить когда вот тут вот какой-то заусенец и вот больше как пилочка для ногтей я вот мне вот эта вещь нравилась кроме того напильник я еще использую в быту вот просто такие всякие примеры убрать облой например гуляем с дочкой купили ей эти самые заколочки на них пластики на них облой мы находимся на улице они острые царапают я взял напильник комик по подточил убрал и все мне не пришлось говорить вот пошли домой там я дома тебе сделаю вот это удобно то есть точки зрения вот такого легкого подтачивания это реально классная вещь но мы убрали напильник как бы один человек не еще в том видео написал а поставь напильник во внутрь перенеси теперь хороший вопрос скажите мне пожалуйста вот внутри вот эта рама я сейчас пока просто еще не открываю как можно поставить во внутрь напильник вот у меня например напильник не знаете где ему здесь место здесь же не как урибара урибара есть у него рама так отстоит имеет раскрешение такие влево вправо и получается возможность установки длинных инструментов каждой половинки рамы вот тут длинный вот тут длинную тут длинный увы его же сделано оборот эти два длинных снаружи раскрешения но у карла она срезана и получается остается только два длинных снаружи вовнутрь ты ничего длинного не поставишь даже вот такого длинного ты не поставишь и вот тут был применен вот этот ход о котором я сейчас хочу сказать я вспомнил про такую модель от лизерман кик винтажная модель уже снятая с производства и про ее пассатижи пассатижи модели кик были источены с одной стороны ну так вот для того чтобы поместить длинный клиночек хотя и так он коротенький внутри рамы чтобы он не упирался в пассатижи я раздобыл эту модель и сюда установил эти пассатижи в результате чего мне удалось туда поставить не очень длинный но напильничек вот сейчас вам покажу это в пока в сложенном состоянии вот эти пассатижи кика если вы обратите внимание вот с этой стороны вот с этой стороны они обычные обычные как ну как обычно вот пассатижи вы его а с этой стороны идет стес и результате вы можете увидеть вот этот вот огрызок напильника который здесь мне удалось поставить он входит в стен между стенкой рамы и стенкой пассатижей и сейчас мы его увидим вот а вот это тот спорный момент о котором я хотел поговорить мне пришлось его отпилить это я взял рибаровский и выглядит это не очень эстетично знаете видно что обрезанный такой как обрубок но мы получили напильник мультитуре который как раз фактически выполняет ту же самую функцию видите если сложить по длинным сторонам где там у нас вот так вот это чуть-чуть длиннее насечка но у этого огрызка она все-таки двухсторонняя и еще у него есть все таки зуб по металлу снизу в отличие в отличие от этого где здесь просто лысая снизу то есть даже какой-то кусочек металла он может перепилить там гвоздь какой-то толстый а потом его уже откусить или оторвать то есть понимаете вот такой вот ход у меня была мысль что может быть поставить такой же самый напильничек как в винмане он тоже сюда теперь зайдет но у него придется ухо срезать вот это но тоже как вариант хотел у вас собственно про на консультироваться как вы считаете оставить вот этот вот или поставить вот этот тонкая на конце отвертка не нужно здесь есть и аналог вот линейка тоже не нужна здесь на раме есть линейка но здесь он двухсторонний имеет пилу за по металлу здесь чуть больше площади есть отвертка и более знаете он эстетичнее чем обрезок но вот так вот кстати можно еще использовать пилот бласта я пока три бара взял напильник у него нет вот этой выемки она кстати не нужно чтобы вытаскивать она за торец спокойно вытаскивается но зато ну не будет это выреза будет более так симпатично правда есть один момент что у бласта начинается вроде чуть дальше это насечка ну ладно в общем еще как вариант можно бластовскую поставить вот так вот ну как вам этот ход а да поэтому пассатижи не со сменными кусачками как у вы его потому что но вот если вы еще раз обратите внимание вот этот с . если ее будет видно вот здесь они так стесаны здесь идет а здесь прямо так обру обрублено можно конечно на гриндере попробовать сточить и вот эти пассатижи но но у меня нету такой ленты а дремелем как я работаю она будет безобразно то есть может быть хотя там видите идет резьба для этого самого вот но и еще какой момент из-за того что я сюда поставил напильник там было шило а шило посредине не получится поставить по той причине что она на ножницы на пятку будет складываться вот когда она у дальней стенки шило которая там стояла она расходилась ножницами а теперь она посредине будет складываться на пятку ножниц и я заменил на шило от сигнала она более короткая и она как раз здесь изумительно стало понимаете и более того из-за того что здесь нету блокировки внутренних инструментов более короткое шило но более бесплатнее то есть с меньшей вероятностью и происходит сложение когда ты что-то делаешь опять же повторяю что блокировки здесь нету ну а теперь вот видите что у нас получилось то есть фактически плоская отвертка была принесена в жертву вместо нее появился напильник но плоская отвертка я напоминаю что она вот есть вот здесь равно так или иначе вы не лишаетесь плоской отвертки она в бита держатели есть в каком-то смысле большую плоскую отвертку может заменить вот этот кусочек напильника вот если совсем большую вот так вот но и вот такой получился мод а хотите самый главный прикол то есть фактически мало того что он в каком-то смысле убийца вот этих вот бюджетников виндмана сайт кика только при этом он содержит все лучшие от их не решение и пилу и ножницы и шило и бита держатель и напильничек сохранен при всем при прочем сейчас я такие весы кухонные возьму или не видно берем сайт кик 190 грамм не знаю видно или отражение происходит вот так не видно наверно носит как может как можно сделать чуть ниже опустить это 189 грамм виндман 194 грамма заводской весил 201 грамм 188 вот такой вот парадокс этот мультитул стал легче за виндмана и сайт кика любого из них 188 194 по 189 194 и 188 он даже на грамм легче самого легкого из них а заводской карл весил 201 грамм при этом я бы не сказал что не функционал стал хуже у него осталось шило у него появился напильничка у него и появилась пила вот такой вот ход 188 грамм для мультитула которые более-менее все содержит на борту ну класс для теперь с ним все время бегаю вроде как все есть и вроде и легкий и тонкий и клиночек ступься 400 можно из 30 и поставить вот такие дела есть у меня еще допустим и есть еще одно решение по этому видео все уже так подытоживаю есть еще решение еще дополнительной модификации во первых это мой не покидает мысль поставить сюда еще втулки суржа как я это делаю например на вот этом моде на выяве про мне эта насечка больше нравится чем родные шайбы потому что шайбы родные царапаются раз они такие блямбы а здесь я уже говорил они скошены имеют вот такую вот насечку на эти дополнительная заточка для ногтях вот и она более стойкая царапина и чуть меньше в объеме и весе чуть-чуть но все же потому что там шля шайба такая большая здесь маленькая но есть одна проблема здесь втулочки коротенькие совсем они на вы его меньше чем нас уже но я их обрезал там несложно а здесь совсем меньше есть большая вероятность что там не хватит резьбы будет один-два витка а для того чтобы доделать там резьбу ее втулку надо рассверлить глубже еще до резать там резьбы это уже знаете надо применять токаря обращаться к токарю серьезному то есть вот такой вот ход но и есть у меня еще есть другая немножко версия этого модификации этого мультитула но она приведет к увеличению веса может быть я и сделаю потом отдельно покажу а так я вот этот мод но посмотрите и клинок и пила и полноценные пассатижи и вот этот вот напильник который здесь появился всем спасибо за просмотр всем пока комментируйте до новых видео